Приветствую! И сейчас вы увидите моменты с животными, в которые никто бы не поверил без видео. А начнем мы вот с такого интересного кадра, на который я наткнулся в сети. Согласно комментариям, оставленным под ним, дело было в 2023 году, и вся суть истории, как вы понимаете, свелась к спасению слона. Он каким-то непонятным образом угодил в воду и никак не мог выбраться оттуда в одиночку. Людям пришлось задействовать все свои силы и возможности, что в конечном итоге окупилось. Жаль, что от этого спасения остался лишь один снимок. Было бы интересно посмотреть, как люди спасали слона на самом деле. Впрочем, впереди нас с вами ждет еще много интересных случаев, поэтому не стоит расстраиваться. Например, вот ворон-имитатор. Этого пернатого друга зовут Гриша, и он искусно научился пародировать лай собаки, которая живет неподалеку. Собственно, это и попало на видео. Вообще, вороны – невероятно умные создания. Перечислять все их заслуги и результаты опытов я не стану, лишь назову пару интересных особенностей, о которых не так давно узнали ученые. Например, вороны умеют считать вслух, у них нашли способность переживать субъективный опыт, а еще они могут определять вес объекта по тому, как он движется. Ставьте лайк, если вы тоже и подумать не могли, что такие маленькие с виду пернатые могут обладать таким большим умом и столь невероятной сообразительностью. А еще, как показывает вот это видео, вороны могут быть очень храбрыми и добрыми животными, теми, кто всегда будет готов разнять дрочунов и установить в окружающем их мире спокойствие и гармонию. Эта птица подошла к пушистикам и клюнула их, попытавшись перевести все внимание на себя. Эксперты отмечают, что таким поступком она сильно рисковала, ведь коты запросто могли напасть на ворону и не оставить от нее даже мокрого места. Тем не менее, она была слишком уверена в себе и в своих силах до самого последнего момента, а потому у нее все получилось. Наверное. Видео оборвалось ровно в том месте, когда обе кошки побежали в сторону пернатой. Вы когда-нибудь увидели ламантинов? Это такие крупные млекопитающие из отряда сириан, которые живут на мелководье и питаются растительностью. Да, они весят от 400 до 550 килограммов, но травоядный образ жизни вместе с добрым внешним видом делают из них тех, кого ни один хищник не испугается. По крайней мере, так мне казалось раньше, но это видео в корне изменило мой взгляд на ламантинов и их положение в обществе. Этот крупный подводный друг смог прогнать настоящего и в то же время гигантского аллигатора. Рептилия заплыла в родные края ламантина, и вот что из этого вышло. Многие эксперты отметили, что наблюдали подобное представление впервые в своей жизни. Как вы думаете, работа репортером – это легкое занятие? Многим может показаться, что да, потому что, по сути, большинство репортеров катаются по уже протоптанным дорогам и рассказывают все то, что им заранее подготовили. Ну что может быть легче? И правда, с этим было бы невозможно поспорить, окажись все на самом деле так. В жизни же репортерам работается куда труднее. Да даже когда они получают простое и ясное задание – посетить конюшню, вот что из этого вытекает. Лошадь, которая находилась в загоне и стояла за спиной мужчины, решила, что тот подошел к ней не ради отличного фона, а для того, чтобы взять у нее интервью. Вот она и начала всячески кривляться, как только могла. Впрочем, мужчина оказался не лишен чувства юмора и здорово отреагировал на проделки приставучего животного. И хоть в плане информативности репортаж провалился, в целом, я считаю, шоу удалось. Дикие звери могут никогда в своей жизни не видеть людей, и уж тем более наших с вами машин или других благ современного мира. Из-за этого складывается впечатление, что животные далеки от технологий и понятия не имеют, как с ними правильно общаться. То же самое относится и к машинам. Признаться честно, я тоже так думал, но это видео все изменило. Это же все меняет. Этот медведь крайне сильно заинтересовался припаркованной возле дома машиной и всерьез начал пытаться пробраться внутрь нее. Что поразительно, Мишка не ломал стекла, не бил по всем сторонам, он кропотливо пытался просунуть лапку между дверцей и ручкой. То есть, по сути, делал все верно. Единственное, что животное не учло, машина была заперта. Но если бы она вдруг оказалась открытой, думаю, что взлом у косолапого все же получился бы. Интересно, а для чего животное вообще старалось пробиться внутрь? Интересно ради, или оно заметило там что-то ценное? Мне почему-то кажется, что Мишка делал это все намеренно. Все-таки животные невероятно умны, причем не только косолапые, но и наши с вами любимые четвероногие питомцы. В том числе и золотистый ретривер из этого видео. Поверьте, вы даже представить себе не можете то, что он вытворил. Хозяин достал из ящика угощение, положил его перед собакой и удалился. Мишка, главный герой видеоролика, очень быстро провалил тест на стойкость, но то, что было дальше, до сих пор не укладывается у меня в голове. Пес тут же открыл ящик, достал другую вкусняшку и поместил ее на пол. Собака сделала вид, что она еще ничего не ела, и ее за это стоит похвалить. Кроме того, она задвинула ящик обратно, чтобы окончательно скрыть следы преступления и, наконец, получить долгожданную похвалу от хозяина, хоть и не совсем заслуженную. Пожалуй, единственные, кто справится с такими умными животными, это другие животные, причем в огромных количествах. Как насчет армии уток? По мне, звучит очень даже внушительно. То, что вы сейчас наблюдаете, это никакой не апокалипсис и не случайное нашествие утят. Это решение серьезной проблемы многих фермеров из Таиланда. Они, с их же слов, сильно устали от разного рода вредителей, которые уничтожают посевы на рисовых полях. И чтобы раз и навсегда забыть об этом, люди надумали выпустить на поле орду уток. Что еще более удивительно, этот план сработал. Уже в ближайшие дни количество тех же улиток сильно сократилось, но лично меня теперь волнует другой момент. Кто и как вернет всех этих уток обратно. Муравьеды. Что мы о них знаем? Ну, то, что они обожают поедать муравьев, что у них длинная мордочка и такой же длинный, да еще и липкий язык. Чем еще они могут удивить? Ну, конечно, их необычной боевой стойкой. Именно она, к слову, и была продемонстрирована муравьедом из нашего видео. Эти красавчики приподнимаются на задних лапах для того, чтобы казаться больше, расставляют конечности в разные стороны и делают вид, что они готовы вцепиться своими острыми когтями в любого, кто сделает хотя бы один лишний шаг в их сторону. Две коровы, обнюхав муравьеда, сразу все поняли и отступили. По словам экспертов, коровам еще повезло, потому что передние лапы муравьеда оснащены мощными когтями, которые они используют для разрушения больших муравейников и термитников. Поэтому, если бы корова пересекла территорию, ей бы серьезно досталось. Кроме того, если враги подходят еще ближе, муравьеды выделяют секрет с неприятным запахом. Предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть на фото от подписчика. Человек прислал мне своего нового щеночка, у которого пока еще нет имени. Именно с его придумыванием автору снимка и нужна наша помощь. Оставляйте в комментариях свои креативные идеи на этот счет. На фото, если что, мальчик. Знаете, в каком-то смысле я даже завидую человеку, у которого появилась новая верная собака, ведь им двоим предстоит пережить море положительных моментов. Они еще не раз будут гулять вместе, отдыхать или просто смотреть телевизор, как делала собака с хозяйкой на следующем видео. Маленькой девочке запрещают сидеть за телевизором в вечернее время, потому что по правилам их семьи, в этот период она должна быть занята выполнением домашней работы. Тем не менее, девочку из этой истории данный факт не особо волнует. Дело в том, что у нее есть верная четвероногая помощница, которая задолго до прихода родителей уведомляет хозяйку о надвигающейся угрозе. Таким образом, малышка всегда успевает выключить телевизор и принять позу совестливого ученика. Вот это я понимаю, настоящая командная работа. Следующее удивительное видео было снято туристами из Техаса, которые решили отправиться в Мексику на отдых. Во время своей первой в жизни морской прогулки им посчастливилось снять крайне забавное происшествие. Несколько туристов заметили тюленя, который пристроился позади лодки и, кажется, пытался догнать судно. Люди с беспокойством следили за этой невероятной гонкой, но с облегчением вздохнули, когда животное ловко запрыгнуло на выступ на корме и довольно комфортно там расположилось. Тюлень воспринял лодку как бесплатное и в то же время довольно быстрое такси, а люди были и не против помочь животному. Жаль, что далеко не всегда можно помочь животным с решением их проблемы. Порой проблема возникает между двумя дикими созданиями и решить ее могут лишь они сами. На сей раз действия происходили в штате Джорджия. Кому-то может показаться, что этот маленький козленок и петух что-то не поделили, но это, к счастью, не так. Они, со слов хозяев, неразлучная парочка, которая вечно друг за другом ходит. Причем они не просто гуляют хвостиком, но и время от времени устраивают шутливые потасовки, прямо как на нашем видео. Следующий ролик вновь пришел к нам из США, на сей раз из Техаса. Люди, которые его сняли, утверждают, что их кошка в один момент начала постоянно ложиться в эту необычную позу. В чем ее смысл и как такое вообще получилось, никто не знает. Однако факт остается фактом. Ей очень удобно. В таком положении животное и пищу принимает, и сполна отдыхает. Ну что еще для счастья нужно? О, кажется, я понял. Чтобы над душой никто не стоял. А то маленькая кошечка немного стесняется. Как вы относитесь к тем, кто заглядывает в гости и пытается что-либо продать? Пылесосы, какую-то другую технику? Ну, вы поняли. Вот-вот, я тоже никогда раньше ничего у них не покупал, однако свое время, увы, тратил. Стоит открыть им дверь, и они как липучки начинают рассказывать о своих новинках. Если вам тоже знакома эта проблема, ловите лайфхак. Стоит поступить так же, как сделали хозяева этого дома. Жители штата Юта не стали прогонять своих новых соседей, коими стали пернатые. Они позволили им свить гнездо прямо на своей крыше, из-за чего каждый чужак, что появляется в пределах их входа, попадает под град ненавистных взглядов птиц. Выдержать такое напряжение, как вы видите, удается далеко не всем, и продавцы даже не решаются позвонить в дверь. Следующий веселый видеоролик был снят в Дубае. Он показывает, что порой в игровых автоматах могут попадаться самые невероятные призы. Такие, о которых раньше мы могли даже и не мечтать. Мужчина, проходивший мимо одного из автоматов с мягкими игрушками, заметил, что внутри одного из них находится живая кошка. По всей видимости, животное далеко не в первый раз пробирается внутрь машины, чтобы удобно развалиться на мягких игрушках и хорошенько поспать. Ставьте лайк, если вы тоже хотели бы сыграть в такой автомат и попытаться вытащить эту кошечку себе. Как мне кажется, это самый лучший приз за всю историю подобных развлечений. Как вы думаете, к чему может привести ночная прогулка по пляжу в Австралии? Только нет! 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 Вот-вот, я тоже думал, что на девушку нападет ядовитая змея, ей навстречу выползет какой-нибудь скорпион или кто-либо еще, но, к счастью, все было куда безопаснее и приятнее. Она повстречала дружелюбную лису, которая с виду просто подошла поздороваться. Лишь спустя некоторый промежуток времени, девушка поняла, что намерения этой хитрюшки были не такими уж и добрыми. Лиса схватила один из шлепанцев девушки и бросилась бежать. К счастью, обувь ей быстро наскучила, так что жертва кражи нашла свою собственность в нескольких метрах от места происшествия. Девушка добавила, что ее шлепанец почти не испортился, хотя несколько следов от острых зубов на нем все же осталось. В любом случае, мне кажется, что эта ночная прогулка определенно удалась. Работать с сотрудником дорожной полиции – это очень непростое занятие. Нужно не только знать множество старых и новых законов, но еще и заниматься надоедливой рутиной вроде просмотра записей с камер видеонаблюдения. К счастью, порой природа подкидывает неожиданный сюрприз и сильно поднимает настроение, даруя человеку заряд сил и бодрости на весь оставшийся день. Так, в этом случае на кадрах неожиданно появился любопытный попугай, который уселся на камеру и несколько раз наклонился вниз с интересом, смотря в совершенно неизвестное ему устройство. Так и получилось, что попугай случайно снялся в видеоролике, поднял всем настроение, а заодно на несколько секунд заблокировал вид на трассу. Слушайте, а может пернатый был в сговоре с какими-нибудь ворами, которые в этот момент проезжали по дороге? Надо будет разобраться. Правда, перед тем, как мы будем разбираться с попугаем и его бандой, я предлагаю найти вот этих шаловливых обезьян, которые средь бела дня обокрали пикап с фруктами. Ролик был снят жителям Таиланда, который от души повеселился, стоя там за камерой. Мужчина запечатлел, как некий автомобилист перевозил в кузове фрукты. Все бы хорошо, вот только перевозчик решил ничем их не прикрывать. Это, как вы понимаете, и стало его роковой ошибкой. Такая интересная машина не смогла пройти мимо взора любопытных обезьян. Как и следовало ожидать, приматы совершили довольно результативный набег на пикап и, похватав добычу, отправились пировать в безопасное место. А вот кто явно не сможет быстро скрыться из виду, так это бык из нашего следующего ролика, который, увы, застрял в ограждении. Нет, это не то, о чем вы подумали. В общем, животное не было обездвиженным. Скорее, наоборот, это ограждение оказалось привязано к быку. Животное же вообще никак на это не отреагировало и продолжило заниматься своими привычными делами, как ни в чем не бывало. Помните видео, как Ламантин прогонял аллигатора? Так вот, мне кажется, что ему стоит поучиться грамотному общению с хищниками вот у этой птицы. Она тоже заметила в своем родном водоеме этих опасных созданий, но не стала никого прогонять. Вместо этого птичка подружилась с ними и теперь использует аллигаторов и как своих защитников, и как отличное быстрое такси. Скажите, что бы вы подумали, если бы на улице своего города увидели вот такое создание? Мне кажется, многие из вас даже за собаку бы его не приняли. И это, честно говоря, совсем неудивительно, ведь пес выглядит так, будто его никогда в жизни не стригли. К сожалению, в реалиях нашего мира такое бывает. Неизвестно по какой причине, но Гинта, так зовут эту собаку, оказался выброшен на улицу. С пропитанием помогали прохожие, но вот с уходом, к сожалению, помочь никто не мог. Шли годы, и собака все сильнее и сильнее зарастала шерстью. Дошло до того, что под гигантским слоем волос ее было уже не разглядеть. В таком виде пес выглядел совсем непривлекательно, и многие даже обходили его стороной, опасаясь, что он может быть заразным или агрессивным. Однако один из прохожих все же решил позвонить в ближайший приют и позвать на помощь специалистов. Возможно, человек беспокоился за свою жизнь, а может и правда хотел просто помочь животному. Я хочу помочь. Этого никто наверняка не знает, но как бы то ни было, такое действие оказалось очень и очень правильным. Ветеринары, прибывшие по вызову, сперва даже не поняли, что это собака. Настолько сильно животное заросло шерстью. Вдобавок все тело было покрыто толстой коркой грязи, из-за чего казалось, что у собаки каменная кожа. Никто из зоозащитников не мог даже с уверенностью назвать породу. Беднягу забрали с собой и в тот же день привели в порядок. Шерсть собаки буквально пропиталась грязью, спуталась и засохла длинными колтунами. Без специального оборудования снять с собаки эти волосяные оковы было бы невозможно. Но, к счастью для животного, грумерам все же удалось решить эту непростую задачу. Вооружившись электробритвами, люди начали освобождать мордаху от лишней шерсти. Работа была нелегкой. Грязь на шерсти сильно забивала лезвия, и их приходилось постоянно чистить. Однако, по мере сбривания шерстяного покрова, морда пса начала проявляться. И, как мне кажется, собака запомнила это чувство на всю свою жизнь. Следом за головой освободили и шею пса, а потом перешли и на оставшиеся части тела. Боюсь предположить, сколько килограммов ушло с Гинты, прежде чем он во второй раз родился. Сразу после стрижки его помыли и тщательно осмотрели. На удивление ветеринаров, собака была почти полностью здорова. Единственная, она была немного истощена и слегка обезвожена. Назвали же собаку Гинта из-за ее серебристого оттенка, и, как мне кажется, ей это имя понравилось. Она с радостью прыгала вокруг специалистов и явно была довольна тем, что с ней сделали. Надеюсь, что подобная капитальная стрижка была в ее жизни не только первой, но и одновременно последней. Кот, о котором сейчас пойдет речь, аналогично Гинте, слишком сильно зарос. Однако меня в этом случае сильнее удивило начало истории. Как рассказали специалисты, они нашли этого кота прямо у входа в свой приют. Животное смирно лежало в специальной переносной клетке и в первые секунды знакомства с людьми сильно их озадачило, ведь работники центра не могли разглядеть ни мордочки, ни лапок. Перед ними словно был сын хищника и Боба Марли. Лишь тщательный осмотр, наконец, отбросил сомнения в сторону и показал, что это кот. По словам сотрудников приюта, они никогда не видели животных в настолько запущенном состоянии. Это создание буквально было заложником своей собственной шерсти, которая не позволяла ему нормально передвигаться, полноценно дышать и даже отдыхать. Требовалась незамедлительная стрижка. Боба Марли, так прозвали этого четвероногого, тут же отправили к ветеринарам, где ему ввели седативные препараты и подстригли. С животного пришлось снять более двух килограммов шерсти. Как только это произошло, кот сразу же повеселел и стал активничать. Наверное, он сильно соскучился по возможности быстро бегать и, в особенности, прыгать. Божественно! Наверное, именно так подумала про себя белка из следующего видео, которая впервые в жизни попробовала миндаль. Как только крошка засунула первый орешек себе в рот, то сразу же замерла. Она смотрела в одну точку и думала, почему ей раньше не приходилось пробовать настолько вкусный плод. В ошарашенном состоянии белка простояла несколько секунд, после чего начала в спешке наполнять свой рот всем миндалем, что был у человека в руке. То ли она планировала угостить им своих собратьев, то ли просто запереживала, что волшебная рука с божьим даром может резко захлопнуться. Вообще, смотреть за тем, как животные пробуют или видят что-то впервые, очень забавно. Вот, к примеру, домашний кот, который всю свою сознательную жизнь контактировал только с взрослыми людьми. Поэтому, когда он впервые увидел ребенка, в его голове все перепуталось, и он не знал, что ему делать дальше. Из интереса четвероногий начал дотрагиваться до малыша, причем настолько аккуратно, насколько это вообще возможно. Будто это не чужой, а его собственный малыш. Ставьте лайк, если вы тоже находите это видео безумно трогательным. На самом деле, я все чаще ловлю себя на мысли, что людям и любым другим существам для счастья нужно очень мало. Собакам, к примеру, достаточно впервые оказаться под проливным дождем. На этих кадрах видно, как довольная собака вовсю прыгает под дождем. Причем даже не просто прыгает, а скорее танцует от радости. Вдобавок к этому, она еще и ловит капли дождя пастью. А вот что проверять своей пастью вряд ли захочется, так это змею, которую повстречал герой нашей следующей истории. Кошка впервые в жизни увидела ползучую и тут же впала в ступор. Жители Новой Шотландии, снимавшие это на видео, были в шоке от реакции своего питомца. Приподнявшись на задние лапы, животное уставилось на землю с очень забавным выражением на мордочке. И как рассказали люди за камерой, стояло в таком положении несколько минут. Знаете, это нам, людям, такое поведение кошки при встрече со змеей может показаться странным. Мол, как это так? Хищница удивилась змее. Но на самом деле, все в жизни когда-то бывает в первый раз. Жирафы вон, к примеру, могут удивиться своей же тени, на которую они никогда прежде не обращали внимания. Это забавное видео было снято в австралийском парке, и мне кажется, после случившегося юному жирафу совершенно точно понадобится психолог. Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается. Ведь кто, если не он, объяснит, что иметь тень – это нормально? А еще, если верить высказываниям ученых, в последние годы с популяцией жирафов происходит что-то не очень хорошее. Да, они все еще далеки от границы вымирания, но их численность постепенно уменьшается. Виной чему бесконтрольное браконьерство. Общая численность жирафов оценивается в 110-150 тысяч особей. Это я к тому, что лучше их не пугать. Пускай себе спокойно размножаются. Героем следующего видео, которое лично меня растрогало до глубины души, стал вот этот котенок. Судя по его реакции на карточный трюк, он еще никогда с такой магией не встречался. Животное не привыкло обманывать, вот ему и непонятно, куда девается карта. Котик даже думать не может, что его же хозяин над ним подшучивает. Этот милый и верный взгляд в направлении полета карты – что-то поистине волшебное. Такое, отчего на лице невольно возникает улыбка. Ставьте лайк, если согласны со мной. А вот на чьей мордочке до улыбки было далеко, так это на мордочке вот этой собаки. Любопытный пес ждал, пока хозяин даст ему попробовать соленый огурец. Домашнее животное не раз видело, как человек его ест, но так и не попробовала на вкус. Когда же момент Икс наступил, собака буквально за секунду передумала это делать и сразу же выплюнула гадость подальше. Мне кажется, такого быстрого перехода от интриги к отвращению я раньше никогда не видел. Хватит за мной повторять! Уверен, в голове этого пушистика были именно такие мысли. Он впервые в жизни стоял напротив зеркала и никак не мог сообразить, как такое возможно. Почему перед ним есть кто-то такой же, как он сам, только недосягаемый и повторяющий все действия с филигранной точностью? Наш красавчик поднимает лапку, клон напротив делает то же самое. Куда собачка не повернет голову, хитрец и это повторит. Клон даже резкое движение назад знает и делает его одновременно с собакой. Ну как такое возможно? Обезьянка Биби из следующего видео впервые повстречала свинью. Раньше она нигде не видела этих созданий, поэтому встреча оказалась для нее невероятно интересной и в то же время полезной. За ее время Биби смогла лично познакомиться с новым другом, потрогать, понюхать, всячески поизучать его. И вы сейчас удивитесь, Биби даже устроила романтический ужин вместе со свинкой. А еще она на ней отдохнула и сделала той расслабляющий массаж. Мне одному кажется, что эти двое созданы друг для друга. В то время как кто-то впервые в жизни видит свинью, другое создание впервые наблюдает птиц. Вот этот котик, который сейчас перед вами, никогда раньше не встречал пернатых, поскольку все свое время проводил сугубо в домашних условиях. Но тут, неожиданно для четвероногого, хозяйка подняла его напротив окна и кот разглядел на улице птиц. Посмотрите, с каким трепетом и удивлением он на это отреагировал. Кроха начал быстро двигать лапками и удивленно смотреть в сторону владелицы после каждого движения птицы за окном. Я бы на месте хозяйки выпустил бы его погулять во двор. Пускай откроет для себя еще что-нибудь новенькое. Например, узнает про лягушек. Вот этот ретривер, к примеру, тоже никогда раньше их не видел и при первой же встрече проявил особый интерес. Перед ним была совсем крошечная, едва ли заметная попрыгушка, которая смирно сидела рядом с бассейном. Но тут она решила нарушить состояние покоя и подпрыгнула, напугав ретривера. Вслед за лягушкой подпрыгнул и сам пес, чем сильно рассмешил хозяйку, снимавшую это все на видео. Знаете, на самом деле подобная реакция среди животных совсем не считается какой-то редкой. Вот, к примеру, то, как себя повела лошадь при первом в жизни в виде осла. Она, наверное, подумала, что это кто-то такой же, как она, но другой, непонятный и потенциально очень опасный. Девушка, находившаяся рядом, сразу попыталась успокоить своего друга, и ей это удалось. Вот только подойти к ослу ближе лошадь все равно боялась. Правда ведь забавно, как гигантская лошадь боится крошечного на своем фоне осла. Вообще, судя по следующему ролику, лошади частенько дарят своим хозяевам необычную и запоминающуюся реакцию. В этой истории две наездницы прогуливались по автомобильной дороге на одной из улиц Уэльса. На их пути, рядом с тротуаром, стояла маленькая игрушечная лошадка, и никто даже подумать не мог, что она станет для их скакуна камнем преткновения. Заметив ее, молодой конь внезапно остановился и попятился назад. Сначала он осторожно вглядывался в игрушку и боялся приблизиться, но потом все же собрал свою волю в кулак и подошел познакомиться. Интересно, какие мысли были у коня в тот момент, когда он понял, что боялся простого украшения? А теперь я покажу вам запоминающуюся реакцию щенка, который впервые увидел снег. Корги по кличке Картошка раньше жила в Калифорнии. Там почти не бывает снега, вот собака ничего и не знала об этом явлении. Но тут хозяева переехали в новый дом в другом штате, и животному почти сразу пришлось столкнуться с этой аномалией. Пара переживала, что собака может испугаться снега. Однако получилось все с точностью, да наоборот. Животное влюбилось в снег с первого взгляда и принялось наматывать круги по своей новой, маленькой, но уютной лужайке. А вот этот песик оказался менее быстрым в плане принятия решений. Он не сразу понял, нравится ему новое изменение или нет. На видео девушка показала себя с косметической маской на лице, а затем переводит камеру на своего лучшего четвероногого друга. Собака тут же пугается и скрывается из виду. Затем все-таки возвращается, но продолжает смотреть на хозяйку удивленными глазами. Щенок, сломя голову, бегает то на кровати, то на полу и словно спрашивает у неизвестной девушки. Кто ты и куда ты делал мою любимую хозяйку? Запах говорит собаке о том, что ее лучший друг прямо перед ней, но глаза доказывают обратное. Столь озадаченными могут выглядеть не только собаки, но и обезьяны. Просто, чтобы ввести их в подобное состояние, нужно найти, что показать. Девушка из следующего видео попробовала удивить примата своим пирсингом на языке, и это сработало. Странное кольцо так сильно заинтересовало обезьянку, что более она не могла оторваться от стекла и продолжала рассматривать язык с разных сторон. Котов, если кому интересно, тоже довольно просто удивить. Для этого достаточно впервые в их жизни показать им электрическую зубную щетку. Когда этот пушистый услышал звук от нее, его лицо перекосилось до неузнаваемости. Мне кажется, что теперь его жизнь уже не будет прежней, ведь он знает, что хозяин пользуется какой-то пугающей, шумящей штуковиной, которую еще и хранит в доме. Подростку из этого ролика было крайне интересно, как его любимая домашняя курица отреагирует на лимон. До этого он видел в сети множество подобных роликов, но ни один из них не был с курицей в главной роли. Там везде красовались сплошные кошки и собаки. Ну чем не идеальный повод, согласны? Парень вырезал несколько маленьких кусочков и предложил их своему другу. Курица клюнула лимон, немного его пожевала и, видимо, распробовав, зависла. Когда ошибка в ее голове была исправлена, она с удивлением наклонилась в сторону человека и словно спросила того, «Ты что такое мне подсунул, а?» Мне кажется, что когда люди впервые видят себя по телевизору, они реагируют примерно так же, как эта собака. Пес по кличке Брон не мог сдержать эмоций, увидев себя в экране, и прыгал на месте изо всех сил, сопровождая это все лаем. Да уж, энергии у него хоть отбавляй. Хватит еще на множество новых репортажей. Помните, сегодня у нас уже была собака, которая смотрела на себя через зеркало и не понимала, что тут происходит? Так вот, я нашел еще одно забавное видео с зеркалом, главным героем которого на сей раз стала лошадь. Скакун, в стойло которого повесили небольшое зеркало, при первом контакте с ним будто потерял связь с миром. Нюхал странного незнакомца в зеркале, повторяющего движение, но не ощущал запаха. Понимая, что так дело не пойдет, лошадь попыталась дружественно заржать, но не услышала ничего в ответ. Затем она снова подошла к зеркалу и начала пристально смотреть в свое отражение. Прислонилась носом к животному напротив и сканировала собрата. Повторив это несколько раз, конь наконец сдался и покинул пределы своего стойла, видимо не оценив подарок. А на этом все. Напишите в комментариях, какая реакция показалась вам самой забавной. А также ставьте лайк и подписывайтесь.